Играю партию на ческом с гроссмейстером. Это Кирилл Алексеенко, мой ровесник. С ним мы не раз играли вживую, в том числе и на чемпионатах России. И попробую сыграть каталон против староиндийки, так это назовем. Но он переходит в славянку. Окей, здесь b3, слон b2 и конь d2 хочу сыграть. То есть двойное фианкета такое сделать. a5, ну думаю здесь нормальным будет ход конь bd2. На a4 просто не буду реагировать, сыграю сам b2. Так, слон f5. Может здесь конь h4 его попробует согнать. Снова e6, здесь c5. Хочу потом b4 укрепиться. Так, вот здесь чем лучше взять? Если возьму dc, возможно в будущем лишусь центра. Так что bc, наверное. Он может конь a6 пойти. С идеей потом линию b захватить, да. Я здесь, наверное, a3 теперь. Чтобы b4 уже поле было недоступно для черного коня. На a4 нельзя мне было брать пешку, там просто конь c5 получал. Так что здесь ферзь c1. Хочу слон c3. Так, и теперь, либо захвачу линию b, либо конь f3 назад отскочить. Ладно, пока что так, сыграю. Потом можно будет, кстати, еще ферзь c2 сыграть, да, чтобы пропустить ладью f1. Тоже на линию b. Или e3. Пешку d4 тоже следует защитить. На конь b5 есть ход слон b4. Вот таким образом встану. И теперь, наверное, возвращать коня уже пора. Или чуть попозже, после ферзи c1. Нужно уйти из-под связки и из-под... Угроз слона f5. Хочу конь e5 залезть. Может быть, укрепиться там, путем f4. Предложу еще один размен. Размен был принят. И теперь уже... e5. Хочется играть соперник. У него сильный конь на b5. Мне придется с этим мириться как-то. Ладно, ладья d1 пока. Забрал. Еще раз забрал. И конь f3 теперь. Хочу перевести на d4. И здесь ладья d3. Защитился, вроде бы. Так, тут, наверное, уже не ладья e4, там конь d2. Поэтому короля пока отведу, чтобы поля e2 и e1 держать при вскрытой линии. Так, ладья b4 этого я не видел. Просто мимо меня этот ход прошел. Здесь конь b3, наверное, качество уже придется сдавать. Точнее, коня за пешку. Или есть еще ладья d1 ход. Нужно попробовать посчитать быстренько. Наверное, не получится из-за этого ничего. И сыграю ладью d2 тут. Мой план это перевести ладью на a6. Я думаю, будет неплохая контр-игра за две фигуры. За две фигуры у меня пешка. И эта пешка достаточно опасная, которая на c5 стоит. Еще грожу ладья b6. Даже не знаю, как оценить эту позицию. Может быть, вообще у меня не хуже. Повел ферзи. Так, здесь сыграю. А нет ли у меня хода сразу c7? Потому что ладья g8 угроза возникает. На конь b5 просто ладья g8 выигрываю. По-моему, просто нужно брать на c7 черный. И я остаюсь с лишним качеством. Эта позиция уже выиграна. Так, ладья d7 пока что. И теперь отведу. Моя задача просто съесть на d5 и перейти в выигранный пешечник. Ну, можно так разменяться. В принципе, особой разницы нету. Эта позиция абсолютно выиграна. Да, повезло. Удалось отзащищаться и поймать соперника. Хотя позиция была, объективно говоря, хуже. Ну, здесь легкий выигрыш. Да, повезло.